С Еху Гулливер встретится в стране гуингмов. Как выглядели гулливеровские Еху? Голова и грудь у них были покрыты волосами. Вдоль спины тянулась полоса шерсти, но хвоста не было, и зад оставался голым, за исключением срамных частей. Передвигались они на двух ногах, иногда вставая на четвереньки и безостановочно вереща дурными голосами. Вдобавок от них отвратительно пахло. И в какой-то момент Гулливер с ужасом понимает, что Еху – это бывшие англичане, которые попали в страну добродетельных лошадей и которые очень быстро утеряли человеческое. Что же останется от англичан, да вообще от людей, если снять с них налет воспитания, если отнять у них статусы, должности и родословные, властолюбие и подобострастие. В большинстве стад Еху есть вожаки, которые всегда являются самыми безобразными и злобными из всего стада. Каждого такого вождя бывает обыкновенно фаворит, обязанность которого заключается в том, что он лижет ноги и задницу своего господина, а в благодарность за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Обыкновенно он остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего Еху. И едва только он удалится в отставку, как все Еху этой области обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями. В стране лошадей Еху находится слабенькое на применение. Они возят на себе гуингмов. Это единственное, на что они способны. Подумайте, человек и животное меняются местами. И насколько же благороднее у свифта оказываются лошади. И пусть у гуингмов нет ни образования, ни культуры, ни науки, зато в их языке нет слов. Ложь, измена, власть, правительство, война, наказание. Понятно, почему, вернувшись домой, Гулливер прямиком отправляется на конюшню, где рыдая обнимает лошадей вместо родных и близких. Ведь люди, в том числе и его домочадцы, это те же Еху. Читая свифта, невольно задумываешься, а так ли хороши гуингмы? Существа, которые во всем руководствуются лишь здравым смыслом. Женятся они, например, только для размножения. Причем пару подбирают старейшины. По статьям. Весьма напоминает арийские представления 30-х годов 20-го века. Торжество разума. Самое рациональное место на Земле – это концлагерь. Безотходное производство, говоря, все идет в дело. И случайно ли добродетельные гуингмы носят ремни и башмаки из кожи Еху? Когда видишь в людях Еху, легче всего стать гуингмом. Первые тома «Гулливера» вышли в 1726 году. К тому времени свифт уже лет шесть, практически безвылазно живет в Ирландии. Оставшаяся жизнь окажется долгой, и ее надо чем-то наполнять. Две страсти способны захватить человека всецело. Любовь и ненависть. Что для свифта любовь? Это то человеческое, слишком человеческое, чего он стыдится. Ненависть – это в первую очередь месть. Месть за то, что его лишили славы, а значит бессмертие. О свифте говорят, как о национальном герое, как о защитнике ирландского народа. Им он и был. Вопрос в другом. Что ведет человека к тому, чтобы он стал защитником народа? Его обидели сильные? Хорошо. Он их победит с помощью слабых. Это не комета, это знак Божий. Оставьте хоть небо-то церкви, сын мой. Ну ж, позвольте. Небо – часть космоса и принадлежит науке. Небо над Ирландией – это часть Ирландии. И принадлежит она Англии. Небо – оно. Я отомщу одним Еху, богатым и лощенным, при помощи других Еху, униженных и оскорбленных. Для Свифта все люди более или менее Еху. В роли гуманиста я выступать не намерен, ибо гуманоидов я ненавижу больше, чем жаб, гадюк, ос и лис. Из Ирландии в Англию летят памфлеты, всегда анонимные, но всегда узнаваемые. Но кто, кроме Свифта, может предложить умерщвлять ирландских детей для того, чтобы их мясо шло в пищу к англичанам? Разумеется, не всерьез, но при этом дотошно разработав систему аргументации. Ведь ирландские дети и так умирают с голоду, а Ирландия сможет обогатиться даже при невысоких ценах на детское мясо. Но Свифту мало рационального черного юмора. Под именем М.Б. Суконщика он идет двойной на английские товары и на медный полупенс. О, какие с его подачи начались восстания! Памфлеты были названы подстрекательскими, и с донос на автора предлагалась награда в 300 фунтов. Ну, авторство было секретом Польшинеля, но во всей Ирландии не нашлось бы никого, кто назвал бы имя Свифта. К тому времени его уже звали Наш Декан, причем не только англикане, но и католики. Они начисто забыли, что не так уж давно кидали в него навозом. Наш Декан считался сверхсуществом. Рассказывает, что как-то у его дома собралась испуганная толпа, ожидалось солнечное затмение. Это как же? Солнце уйдет и больше никогда не вернется? Декан вышел на крыльцо и сказал, люди, разойдитесь. Я отдал приказ отменить затмение. И люди разошлись. Эй, господа! Скажи, что случилось? Кто умер? Умер Свиф. Как жаль. Когда случилось это? Сегодня. Как обычно, в пять часов. Что значит, как обычно? Ну, как обычно. Ты думаешь, что говоришь, болван? Ах, сударь, вы издалека, наверное, не знаете характера декана. Он очень пунктуальный человек. Во всем порядок, любит аккуратность. И если переходит в мир, оно это ровно в пять, хоть проверяя часы. Так жив он? Кто? Свифт. Как жив, когда вам говорят, что умер? Уж в газетах было извещение, и колокол трезвонит целый час. Да вот он сам идет. Кто? Свифт. Хоть у него спросите. Нет, он вовсе не хотел быть предводителем Еху. Но у него выхода не было. Месть его поджаривала на медленном огне. А истинное чувство, оно всегда заразительно. И как знать, может быть, во многом именно благодаря мести одного, единственного человека, несчастный ирландский Еху потихоньку осознавали себя людьми и сплачивались в народ. Отныне Свифт вынужден, если не полюбить, то, по крайней мере, опекать тех, кто пошел за ним. Но любовь вынужденной не бывает. Ответ.